Уже больше года у вас не было срывов, динамика просто замечательная. Ой! Помогите полицию! Убью! Твоими руками убью! Тварь! Поверьте, она не виновата. Она ни в чем не виновата. Да давай вместе вести это дело. Она же акула, кого хошь сожрет. Да ни акула она никакая. Понимаете, у меня память, она какими-то кусками. Вы все вспомните. Ну то есть она может кого-то убить и просто забыть об этом? Кто там еще был? Кто? Кто там? Субтитры создавал DimaTorzok Тихо! Тихо, тихо! 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 Молодец! А зачем вы учите его лать? Вам же наоборот это не нравится. Когда собаку научишь лаять по команде, без команды она уже лаять не будет. А вот это называется пищевое подкрепление. Понятно? Ну ничего, он у вас красавец? Красавец и умница, просто не обученный. Слушайте, круто. А где вы этому научились? Нигде. С детства люблю собак. Книжки разные всякие читала. Хотела быть кинологом, но не стала. Почему? Потому что стала управляющей в магазине. Теперь я дрессирую не собак, а подчиненную. Понятно. Доброе утро. Оп! Пищевое подкрепление? Отто. Здрасте. Фу! Это Игорь. Игорь, это Маша, хозяйка варяга. Очень приятно. Игорь, муж моей сестры и мой водитель. Ну, это временно вообще дизайнер одежды. Нет ничего более постоянного, чем временное. Кстати, а почему у вас нет собаки? У меня была собака три года назад. Можно? Да. Ну, а то умерла. Сейчас мне некогда. Ну-ка, иди сюда. Красавец какой. Ну, смотри, что мне есть. Смотри, смотри, смотри. Опа! Молодец! Сейчас мне некогда. Я очень рада. Уезжаю и очень поздно возвращаюсь. У меня даже цветы не живут. А-а-а! А-а-а! Осторожно! Отпустите меня! Все, понятно? Отпустите меня! Вы обалдели, что ли? Вы не видите? Это все из-за ваших кошек, которых вы здесь развели! Собаки бешенными становятся! Что вы меня так смотрите? Я что-то смешное сказала? Я меня не могу понять. Жвачку хотите? Что? Жвачку? Я на вас буду жаловаться. Это все, что тебя сейчас интересует! Вряк, пойдем. Пойдем. Иди сюда. Ну, как? По-моему, превосходка. Да? А не слишком? Да нет, отлично! Нет, Славя, ты знаешь, меня как-то белая полнит. Видишь? Все. Я ничего не могу подобрать. У меня отразительная фигура. Я жирная. Доброе утро всем. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Миригаль, новая коллекция? Да, доброе утро, Наталья Викторовна. И Игорь. Может, с красным попробовать? Отличная идея. Игорь, ну я же не даю тебе советов на дорогах. Правда? Классно. А там кто? Лариса. Привет. Ну как? Отличный выбор. Доброе утро, сестрица. Ну, помиришь, повесь обратно на манекен. Наталья Викторовна, это мужские. Это я вижу. А вот это… А, так Лариса, она… Так в зал. Пойду. Пока ты тут тряпки перебираешь, мне кажется, я нашел кандидата. И можем сегодня попробовать Наташку обработать за обедом. Только без самодеятельности, поняла? Хорошо. Все, иди. Иди уже. Ты меня прости, душа моя. Ты у нас, конечно, сегодня молодец. Но кто-то должен в магазине остаться. Давай, давай. Салатик, я тебе принесу. Классно выглядишь. Лариса Викторовна, в спорте вы, похоже, проиграли. Милка продала платите, чтобы утром примеряли. Ну что же, опять ошиблась. Милка-то продала. Я, кстати, в ней не сомневалась. С вашей способностью в людях разбираться? Мне кажется, это было нечестно. Честно или нечестно, сестричка, за тобой должок. Дай мне денег. У меня только карта. Как обычно. С вас тогда завтрак. Папа, кстати, учил отдавать долги. Договорились. Ну что, за новую коллекцию? Давайте, за новую коллекцию. За прибыль. Ура! 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 Кто про что? Пищевое подкрепление сотрудников в действии. Хватит. Просто сегодня утром Наташа, Наталья Викторовна, сказала, что людей можно дрессировать так же, как и собак. Теми же самыми способами. Вот нас, например, она уже выдрессировала. Ну почему? Не только нас. У Наташки всегда было много кавалеров. И все за ней бегали, как песики. А, кстати, помнишь этого, как его? Илья. Илья был. Вот это точно было давно и неправда. У нас еще был этот Вадик. Вадик. Ладно, прости, прости. Просто интересно, смогла бы ты сейчас так сделать? Сейчас? Ну, мне кажется, что мужчины с того момента не сильно изменились. Только мне сейчас это не надо. Замуж я не собираюсь. Зачем? Просто так? Ну, Ася, не просто так, а наспор. Это как? Ну смотри, мы тебе найдем мужчину, а ты его за месяц выдрессируешь так, чтобы он сделал тебе предложение. Сможешь? Смогу. А что мне за это будет? Не знаю, тут надо подумать. Ура! Ура! Если он делает мне предложение, тогда ты переписываешь свою долю на меня. Да. А если я проиграю? Зачем тебе магазин? А… Продаж. Сдашь в аренду. Он тебе зачем? Лариске просто лень работать. Она ищет способ избавиться от ответственности. В тебе-то она вон как уверена. А, в этом смысле? Угу. Ну папа же нам его на двоих оставил? Ну да. Хорошо, это даже будет забавно. Кого будем дрессировать? Объект подберет независимая сторона в моем лице. Очень уж независимая. Договорились? Нет, не договорились. Славик, иди-ка сюда. Я прошу вас, Вячеслав, зафиксировать пари на видео. Наталья Викторовна, я могу? Можете, Славик. Итак, пари. Если мужчина, которого найдет мне Игорь, сделает мне предложение через месяц, то ты переписываешь свою долю магазина на меня. А если проигрываю я? То ты переписываешь свою долю на меня. По рукам? По рукам. Ну все, пока, моя хорошая. До завтра, сестренка. Ну что, я молодец? Ты мне не мешай. Хорошо получилось. Все отлично. Ждем месяц. Ты становишься хозяйкой магазина и передаешь все управление мне. А ты справишься? Может, все-таки спросим у Наташки совета, а? Она все-таки хорошо в этом разбирается. Подберем тебе, не знаю, классную коллекцию. Глупости не говори. Вкус твоей сестры мне очень хорошо известный. Одежда должна быть практичной, удобной. Тоска, а не одежда. Никакого полета мыслей, фантазий. Станет магазин нашим. Я всем докажу, как они ошибались. Всем. Ну что, едем? Что встанем-то? Анастасия Есть. Так. Да. Кого там? Нелегкая. Кого там? Нелегкая. Добрая. Сегодня же вроде выходной. Я на работу во второе полдня собиралась. А мы не по работе, вы по личному делу. А, тогда кофе. Пошли. Это касается вашего с Лариской спора. Я нашел прекрасного кандидата, уверен, тебе понравится. Главное, чтобы я ему понравилась. Остальное не важно. Ты не помнишь, где у меня чашки? Нет. Откуда я знаю? Вот и я не помню. Сейчас. Спасибо. О! Кошмар какой! Ой! Ну-ка, грызь отсюда! Жизнь! Ты смотри, какие наглые! Они даже не уходят! Кошмар! Развели! И запах все время! Да я понимаю. Натурный уносимый. Машуля! Привет! Мы погуляли! Молодцы! Слышите, он так уже команду голос выполняет вообще. Знакомьтесь, это моя сестра. Очень приятно, Маша. Привет! А чему можно еще его научить, кстати? Маша, давай не сегодня. У меня сегодня новый объект для дрессировки. Ага. Я позвоню. Хорошо. Ладно. Ну все, мы пошли тогда. Пока. Пока. Пойдем. 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 Заставить мужчину сделать себе предложение – это забеременеть. Еще можно закончить кулинарные курсы и школу секса. Но потом все равно забеременеть. Мне кажется, у авторов этих статей какая-то паранойя. Не знаю. Вроде нормальный совет. Нормальный? Вот именно поэтому в нашей стране так много одиноких женщин. Поехали во двор. Чтобы собака выполняла команду камней. Ее надо максимально чем-нибудь заинтересовать. Привлечь ее внимание. Пробуем? Давай. Отпускай. Че, серьезно? Варяк, беги туда. Беги. Гулять. Пищевое подкрепление дела? Да. Ну, теперь зови. Ко мне. Ко мне. Варяк, ко мне. Ко мне. Ко мне. Ко мне. Ко мне. Ко мне. Молодец. Обязательно хвали. 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 Больше хвали. Молодец. Молодец. Давай еще раз пробуем. Отправляй его. Варяк, гуляйте. 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 Ну, а теперь зови. Ко мне. Ко мне. Иди сюда. Ко мне. Скорее. Отлично. Молодец. Вы кусаешься ты зачем, а? Ага. Отлично. А теперь давай попробуем посложнее, да? Отправила гулять? Да. Ну, а теперь пойдем со мной к подъезду. Точно. Ну, точно. Оттуда будем. Пойдем, пойдем. Бегом, бегом, бегом. Пошли. Ну, зови. Варяк. Варяк, ко мне. Ко мне. Слушай, не получилось. Да уж. Не получилось. Может его как-нибудь подтащить? Нет. Подтащить точно не получится. Команду ко мне. Собака должна выполнять добровольно. Без принуждений. ГОВОРИТ ПОЕРСКИ Без принуждений. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Молодой человек! Будьте любезны! Молодой человек! Молодой человек! Вам помочь. Нет, спасибо. Ну, у вас машина не заводится. Спасибо, у меня все заводится. Я могу помочь. Я же сказала, мне не нужна помощь. Спасибо. 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 Ну, ешьте. Так. Ну и чего вам нужно от моих котов? Вы же их не любите. Хотите привлечь мое внимание? А вы всегда такой самоуверенный? Я ошибся. Нет, не ошиблюсь. Я хотела перед вами извиниться. Ну что ж. Извиняйтесь. Вы знаете, здесь атмосфера не располагает. Пойдемте в ресторан. Пойдемте. Хорошо. Наталья Викторовна, для вас как обычно? Да. Сырники со сметаной и вареньем. Если можно. И чай. Спасибо. А для вас? Да то же самое. Благодарю за заказ. Спасибо. Я не успела позавтракать. Наталья. Николай. Очень приятно. Взаимно. Так вот, Николай. Я бы хотела перед вами извиниться. Извиниться за то, что я на вас накричала в тот день. Я обычно этого не делаю. Просто накануне был сложный день. Я не выспалась. И проснулась. Совершенно в дурном расположении духа. Да. Спасибо. Они здесь добавляют индонезийскому ваниль. Что вы говорите? Так вот. Еще и собака потом срапалась. За него переживала. Продолжайте. Николай, что происходит? Артелор. Дыши. Давай врача. Человеку плохо. У него, очевидно, анафилактический шок. Ну, кто он? Помогите. Какой шок? Анафилактический. Мужчина, что с вами? Сейчас вызову. Ну, что-то можно чем-то ему помочь. Ну, кто-нибудь, ну, помогите. Ну, что сидите? Ну, кто-нибудь. Так. Сколько лет ему? 45. Вы меня видите? Артур вас зовут, да? Артур. Как вас зовут? Лена. Вы ему жена? Нет, невеста. Невеста. Очень хорошо. Так, принесите полотенце и аптечку. Смотрите на меня, на Лен. Так. Спокойно, Елена. Извините, так надо. Не лови. Все нормально. Молодец, молодец. Лена, успокоился. Артур, успокоился. Дыши, дыши. Лена. Пойдемте отсюда. Поговорим в более спокойной обстановке. Послушайте, а поцеловали-то вы ее зачем? Хотел вызвать прилив адреналина. Он нейтрализует шок и уменьшает отек. Адреналин работает, конечно, хуже, чем преднозолон. Но нужно было выиграть время. Секундочку. Это вы сами придумали или вы врач? В интернете прочитал. Правда, там прилив адреналина вызывался, естественно, причинением боли пациенту. Но втыкать вилку в парня я не решился. Подумал, что такой же взрыв гормональный можно вызвать приступом ревности. Тем более парень вроде горячий. Я попробовал. По-моему, получилось. Вы по-прежнему хотите со мной поговорить? Ну, вообще, да, я хотела бы. Ну, раз так не очень хорошо получилось с рестораном, то предлагаю продолжить у меня. Приглашаю вас в гости. Ведите. Прошу. Вот, заходите, присаживайтесь. Ага. Здесь я, собственно, и живу. Да. Чаю. Хотите? Да. У вас очень мило. Да. Мебель, ковры, вся обстановка. Горячая вода, отопление. Чего только людей на помойку не выбросит. Да нет, вы сидите, сидите. А тут все в порядке. Я же все это отчистил, отмыл, покрасил заново. Все хорошо. Посмотреть можно? Конечно. Вот библиотека моя. Ух ты. Хериот. Из воспоминаний сельского ветеринара. Вы не поверите, это моя любимая книжка в детстве была. Что вы эти? Да. Кто только у меня не жил дома, я всех тащила. И хомяки, и мышки, и голубь даже жил на балконе. И собаки. Всех лечила, всех спасала. Здорово. А это? Это паровозик детский. Люблю порукодельничать в свободное время. Свободного времени того дворника, как оказалось, полно. Можно? Да, конечно. Так о чем вы поговорить хотели? А, да. О вашей работе хотела поговорить. Хотела вам предложить начать новую жизнь. Просто у меня есть магазин, и я хотела предложить вам там поработать, например. Кем? Ну, охранником или потом... Спасибо, конечно. Ну, знаете, я, я доволен своей жизнью. У меня есть работа любимая, на свежем воздухе. Опять же, жилье. Потом я приношу пользу людям. Очень важно осознавать, что ты полезен обществу. Ну, и опять же, увлечение. Все, о чем можно было только мечтать. Вот так вот. Неужели же вы мечтали о работе дворника? Ну, если я работаю дворником, наверное, мечтал. Это же логично. Здрасте. Так, Седов, давай-ка помещение-то освобождай. Понимаешь, ну, не могу я тебя в подвале держать, не могу. Техническое помещение, жить здесь нельзя, правильно? Наверное. Ну, если нельзя, так дайте ему другое жилье. Дворникам же положено. Так положено-то оно положено, да где его взять? Ну, в общем, собирай манатки. Я тут опечатываю. Так что проверки у меня. Так, извиняюсь. Так я наливаю чай. Куда же вы? Да ничего страшного. Сейчас уже тепло. В парке, в палатке. Спальник есть, пенка тоже. Ну, зачем же в парке? Просто у меня есть квартира. В квартире есть комната, и вы могли бы... Я, конечно, дико извиняюсь. Неужели такие проблемы с мужиками? Это у вас проблемы. Вон, с мужиками. Я хочу вот такой вот, как на манекене. Только моего размера. У меня сорок шестой. Да, конечно. Славик, принеси, пожалуйста, вот такое вот платьице, ну, сорок шестого размера. Сорок шестого? Да. Славик, и сорок восьмую захвати на всякий случай. Они тут вот маломерят. И пятьдесят вторую, чтобы два раза не ходить. Ну, здрасте. Что ж за день-то сегодня такой, а? Наталья Викторовна, что-то случилось? Нет, все прекрасно. Идите. Наталья Викторовна, а как поживает наш дворник? Чудно поживает. Только он не дворник. Он подметал, у него язык как помело. Что, дурак, что ли? Это я дура. Лар, давай мы сменим объект, а? Я готова на кого угодно, на самые сложные варианты. Политики, бизнесвены, известные артисты, иностранцы. Кто хочешь, только не... Вот ты хитренькая, так нечестно. Нет. Да, спор есть спор. Либо ты дрессируешь данный экземпляр, либо признаешь, что проиграла пари. Нет, я от пари не отказываюсь. Просто есть некоторые породы собак, которые сложно поддаются дрессировке. Есть такой, например, аляскинский маламут. Большой, красивый пес, но абсолютно своенравный и упрямый. Чтобы заставить его выполнить команду ко мне, я не знаю, что надо сделать. Вы оставили у меня на столе. Я подумал, вдруг это важно, а решил занести. Адрес на визитке прочитал. Чай вы хотите? Давайте чаю. Проходите. Спасибо. Смотри, смотри. А говорит, дрессура не идет. Он меня команду к ноге выучил, и аккорд. Чисто куклачевных, Наталья Викторовна. Так куклачев же вроде по кошкам. Какая разница? Вот это вот помещение и долги за него. Это все, что нам с сестрой оставил наш отец. А я за два года наладила все связи вот с поставщиками, с дизайнерами. И сейчас будем активно расширяться. У нас продажи увеличились в шесть раз. К нам звезды одеваться ходят. Круто. Вы просто так гордо об этом говорите. Ну да. Я просто работала здесь 24 часа в сутки. Это же хорошо, когда знаменитые люди приходят. Ты работаешь. В общем, этот магазин, это вся моя жизнь. Да бросьте. Неужели этот магазин... Нет, магазин бесспорно хорош. Вот этот магазин по продаже шмоток разве он может стоить всей вашей жизни? Ну да. Да, вы правы. Я трачу время зря. Конечно, я же не сплю в палатке и не мету улицу. Еще не собираю паровозики из всякой дряни на дедом помойке. Обиделись. Извините. Николай, подождите, я не это хотела сказать. Николай! Черт. Варек, ты что там ешь? Ну-ка, покажи. Брось, Галя. Брось. Ну что ты, ну что ты делал? Хватит, хватит. Да перестань уже, а собаку испортишь. Да он какую-то гадость в кустах подобрал. Привет, дружище. Для этих целей существует команда фу или нельзя. Если бы он еще слушался. Ну так он у тебя вообще скоро перестанет слушаться. Даже команду ко мне перестать не понимать. Ну я тебе сколько раз говорила, чтобы собака выполняла команду. Ей надо, чтобы она получала положительные эмоции от тебя. Ну похвали ее за это. Или дай чего-нибудь вкусненького. А ты ее вон по морде. Еще и глупостей всяких наговорила. Дура. Нет, я не... Да я не про тебя. Это я про себя. А. С Николаем поругалась что ли? Да ладно, не волнуйся. Он тоже переживает. А я не переживаю. На площадку завтра пойдем заниматься с ним? Да. Сейчас. Пойдем. Алло. Андрюша, да. Я. Собачку завтра примешь позаниматься? Возьми. Кто? Да лабрадора. Необычный дурной. Десять утра, ты можешь? Да! Моряк! Вылези! Десять утра, Андрюш. Спасибо. Десять утра, Андрюша. Что ж такое? Ваяк! Папа! 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 Здравствуй. Как дела? Хорошо. Молодец. Держи, это тебя. Спасибо, папа. Сказал папе спасибо. Иди в машину. Дядя Эдуард тебя ждет. Я не хочу с дядей, я хочу с папой. Отпусти ребенка. Ладно, иди. Фитя, иди в машину. Мама сейчас придет. Ну и зачем ты пришел? Мы договорились на определенные дни. Два раза в месяц. Ты понимаешь, что своими внезапными визитами ты нервируешь ребенка? Он забудет, как я выгляжу. Я хочу чаще видеться с сыном. В следующий раз. В следующий раз. Ты потратил на сегодня. Так не надо делать лише. Ты заботишься о Федоре. Ты пытаешься внушить Эдуарду чувство отцовства, а ему плевать на чужого ребенка. Он делает то, что ему надо. Вы же живете в моей квартире, так? Да. Потому что не хочу травмировать Федю переездом. А еще, чтобы Эдику было ближе ездить на работу. Ой, все. С тобой невозможно разговаривать. Лаврики вообще универсальные собаки. Фас неплохо работает. Но с вашим варягом придется поработать. Слишком уж ласковый парень. Ничего, мы его натаскаем. Машка у нас девушка симпатичная. Варяг должен уметь ее защитить. Слушайте, а может быть не будем его дразнить? А вдруг он станет злым? Не, не станет. Андрюша, а ты чего сегодня вечером делаешь? Отдайся, помогите кто-нибудь! Помогите! Дай суду! Николай, помогите! Николай, помогите! А они договаривались! А как вы договаривались? Молчи. Он мне руку сломал. Молчи. Ну-ка, иди сюда. У вас не перелом, всего лишь вывих. Расслабьтесь. Больно. А вы оставьте меня в покое. И не надо мне каждый день доказывать, что вы сумасшедший. Я это и так понял. Я это и так понял. Я это и так понял. Опять вы? Нет, это опять вы. По-моему, вы меня прислезаете. А мне кажется, что вы меня. Скажи, а что вы с Ларисой будете делать с моим магазином, если я вдруг проиграю спор? Мне кажется, об этом нужно было раньше думать часто, что? Раньше я думала, что я выиграю. А сейчас настроилась проиграть. Был бы магазин, а что с ним делать мы придумаем. Да, придумают они. Может быть, лавочка по продаже тряпочек этого не стоит, но я слишком много потратила силы и времени на нее. Я вам ее не отдам просто так. Поехали. Как скажешь, босс. В общем, Славик, этот дворник, не похож он на дворника. Молочка? Ну, пусть будет молочка. В случае, я не понимаю, кто он. Наталья Викторовна, в двадцать первом веке любой человек зарегистрирован в социальной сети. Даже дворник. И что? У нее фамилия есть? Есть. Сейчас, подожди. Седов? Седов. А имя? Николай Седов. Николай Седов. Да вот же он. Славик, ты гений. А вы меня за соцсети премия лишили. Слушай, ну, будет тебе премия, ну, будет. Ну, открой мне, как можно, ну, посмотреть. А премия, да. Славик, я же сказала, будет. Давай. Супер. Вот фотографии. Отлично. Подожди, так у него жена, дети, ребенок. Нет, они в разводе. Да он еще и врач. Врач? Обалдеть. Ну вот. Подождите. Николай Валентинович Седов. Семьдесят пятого года рождения. Образование высшее медицинское. Окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова. Хирург высшей категории. Да, здорово. Этот волшебник теперь подметает улицы. Славик, а ты мне можешь все вот это вот, ну, распечатать? Теперь все о том, что полоскому ковылицу официальности категорические операции. Исследование установило, что опоры на то лице в реальном состоянии. Мы вынуждены прерваться до экстренного сообщения. По городу объявлены штурмовые предупреждения. Порывы ветра будут достигать 20 метров садов. Ожидаются ливневые дожди и грозы. Во многих районах города уже идет дождь. МЧС просит водителей быть внимательными и не парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями. Горожанам рекомендовано ограничить пребывание на улице сегодня после 8 вечера. Николай! Николай, где вы? Николай! 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 Прости за палатку. Я её не хотела. Ничего страшного. Ты её на балкон положи. Она очень мокрая. Куда на балкон? Туда. Туда? Да. Ну, как вы себя чувствуете? Нормально. Вещичка, кстати, практически моего размера. Это я папе покупала, ему не пригодилось. Но у меня ваша палатка теперь есть. Могу ходить на балкон. Поход. Где у вас аптечка? Аптечка? Аптечка. Есть аптечка? В кухне. В верхнем ящике. Я сейчас приду. Могу ходить на балкон. Аптечка. Аптечка. Градусник под мышку. Срочно. Это выпить? Залпом. Пить, пить. Прекрасно. И укутаться. Аптечка. Аптечка. Что мне дело? Укутайтесь. Я так плохо выгляжу, вы. Вы... Забавно выглядите. Отдыхайте. Забавно? Ты же упёртая, Марин. Ты ж пока здесь всё по винтикам не разберёшь, не успокоишься. Опять новый труп. Где начнёшь копать? Я начну копать под водой. Афродита? Из пены морской. А так от Нептуна. Марина, спасай я в ловушке. Что у нас тут? Проникновение? Угроза убийства? Очередное фиаско в любви. Устоишь? Удержишь? Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока! Пока! Пойдем! Пошли! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро! Извините! Доброе! Как вы себя чувствуете? Вы решите? Температуры вроде бы нет. Так что у нас в сырнике на завтрак. Да. И кофе тоже готов. Спасибо. Присаживайтесь. Спасибо. Один, два. Можно три. Ну да, конечно. Три. Спасибо. Благодарю. А есть сметаночка? Есть. А... Нет? Нет. Нет так нет. Есть варенье. Прекрасно. Да. Вот. Благодарю. Вам? Нет. Нет? Знакомый вкус. Это индонезийская ваниль. Я так и подумал. Замечательно. Я просто хотела сказать вам спасибо. За что? Ну, за то, что не дали мне заболеть. Ну, что вы. Вы бы и не заболели. Вообще бы не заболели, если бы меня не искали вчера по парку. Это я должен благодарить за то, что вы меня практически спасли. Меня бы ведь сдуло бы вместе с палаткой, ветром и смыло бы дождем. Да. Очень хочется быть полезным и как-то отблагодарить вас. А подметать не предлагаю. У вас очень чисто. Голодных кошек здесь тоже не вижу. Хотите, мусор вынесу. Мусор есть? Есть. Вынести? Нет. Я сама. Какие у вас планы на день? Работа. С работы я уволился. Планы мои не определены. Так что наметьте мне какой-нибудь фронт работы. Да. Ну, вот это для начала. Прекрасно. Только сначала завтрак. Хорошо. Давай быстрее. Чего там копаешься? Игорь, я не могу вылезти. Как можно было так припарковаться? Черт. Я не понимаю, как можно было так встать? Кто-то обещал похудеть. Кто-то обещал меня любить такой, какая я есть. Люблю я тебя, люблю. Я не знаю, может быть, тебе стоит есть поменьше или спортом заниматься. Ты вообще? Ты не понимаешь? Я художник. Меня должны окружать идеальные вещи. Понимаешь? У вас все в порядке? Не совсем. Что это? Полка? Дверка. Вот. Еще один фронт работ наветился. Извините. Я рад. Всем привет. 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 Бориса Викторовна, хотите печенье? Нет, я не буду. Это мамина домашняя. Я на диете. Целых пять минут. Что? Обалденно. Очень вкусно. И калорийно. Да ладно вам. Слушайте, у меня возникает ощущение, что все женщины помешаны на своих диетах. Но должен быть хороший аппетит и аппетитная фигура. Вот. Ценник повесь. Диетолог. Спасибо, Слав. Да ладно. Все? Хозяйка, я закончил. Как вы? Быстро? Долго ли умеюча. Я надеюсь, у вас больше ничего не оторвалось за это время. Не оторвалось. Прекрасно. К сожалению. Вы знаете, я наметил свои планы на день, а также придумал, как облагодарить вас за ночлег и завтрак. Как? Хотите ночью вас готовить? Только надо за продуктами в магазин съездить. Сейчас. Сейчас. Алло, Игорь, ты мне срочно нужен, мы едем, я еду в магазин за продуктами. А зачем нам, Игорь? Я могу сам, у меня права с собой, если что. Игорь, концепция меняется, ты нам не нужен. Ты мне не нужен. Просто пригони машину. Я понял. На работе не ждите. Хорошо. Что случилось? Твоя сестра взяла выходной. И что? Никогда же не брала. Может, устал человек. Сказала, пригнать машину и выматывать. Она же водить не умеет. Значит, кто-то ее повезет, кто, зачем, куда. Слушай, Игорь, откуда я знаю, кто, куда ее повезет? Зря мы с тобой все это затеяли. В смысле зря? Ну, потому что Наташке хорошо. Ну, пусть человек, ну... Ты в своем уме? Так, я сейчас поеду и все узнаю. Подожди, куда ты поедешь? Романтический вечер. У нас вроде как юбилей. Пять лет со дня нашего первого свидания. Бориса, какой к черту юбилей? Моя карьера на кону и наше будущее. Осторожно, здесь ямка. Да не ямка, это ремонт, который никогда не прекращается. Спасибо. О, я дарю. Полный бак. Благодарю. Ну, вообще, довольно странный набор продуктов. Мясо я еще могу понять. Мука-то тебе зачем? Мука-то мне зачем? Для теста. Пироги печь будем, что ли? Нет. Ну, просто я думала, что все одинокие мужчины питаются исключительно пельменями. Ну, мука, тесто, пельмени. Что, предлагаешь мне лепить пельмени? Ну, почему тебе? Вместе будем лепить. Вот мои бабки с дедом, например, за один раз лепили тысячу штук. Сколько? Тысячу штук. Ты ж сколько они в день сидели? Ну, нет. Трое суток где-то. Ну, я сколько не выдержу. Я шучу, конечно. Прошу. Спасибо. А я вот лично готовить любил. После дежурства у меня это было раньше, как отдых. После чего дежурства? Ну, да. Я когда-то врачом работал. Всегда думал, что это правильный выбор. А почему? Почему я дворник? Ну, да. Я знаю, виноват. Мы с женой, с Светланой повздорили. В общем, мы разводились. Но я нервничал. Пытался, конечно, что-то вернуть. Найти какие-то пути. Слова какие-то нужные. Но не подобрал, видать, нужных слов. Ничего у меня не получилось. А потом привезли в травму одного пациента, очень тяжелого после аварии. Всем миром мы спасали, всем отделением, как могли. Но не вытянули. Умер он. А я почему-то так нервничался, и у меня не было силы уже разговаривать с его родственниками. Я уехал домой, не поговорив с ними. Но они, соответственно, очень быстро решили, что виновный найден. Райнего нашли. И тебя, соответственно, уволили. Ты знаешь, нет, врачебные ошибки не нашли. Ну, я сам ушел. Уже просто не смог работать дальше. А жена? Ну, а жена что? Жена получила от меня с сыном квартиру. Они там благополучно живут. И вышла замуж за свою статусную мечту. В общем, для нее это был удобный повод. Так почему же все-таки профессия дворника? Ну, во-первых, у тебя есть рюмка? Да. Давай. Во-первых, это красиво. Вот так, смотри. Раз. Во-вторых, ну а что дворник? На свежем воздухе. Людям пользу приносишь. У тебя здорово получается. Дворником-то? Что ты? Да нет, я про пельмень. Она сейчас точно с ним. Сто процентов. Ну и пусть. В смысле, пусть. А если он такой идиот, что она запудрит ему мозги? А он в ответ ей рукой сердце. Ну почему сразу идиот? Может, он влюбился в нее? А ж ты вообще ничего не понимаешь? На кону мой магазин. Мой магазин. Знаешь что? Это не твой магазин. И даже не мой. Это Наташкин магазин. Вот это недоразумение я пытаюсь исправить. Вместо того, чтобы умничать, лучше бы придумала, как им помешать. Слушай, а может быть, ты поднимешься, в дверь позвонишь, но я не знаю, там под предлогом что-то спросить. Нет, нет, нет. Все, это слишком. Поехали домой. Поехали домой. Лариса, ну подожди. Лариса. Лариса. Игорь, что ты там делаешь? Пельмени, конечно, блюдо незамысловатое, но в старину его действительно подавали. При свечах. Правда? Конечно. Электричества не было. Единственное, что я знаю о пельменях, да то, что их подают обычно с водкой. Согласен. Но если назвать их, например, равиоли, то к ним прекрасно подойдет сухое красное вино. Спасибо. У меня давно такого не было. Привыкай. К чему? К пельменям. Сколько мы их наготовили. У тебя же целый арсенал, теперь иногорд хватит. С голоду точно не помрешь. Да я не об этом. Обо мне никто так никогда не заботился. Обычно мне приходилось заботиться о сестре, о папе. О магазине, в конце концов. А вот магазин. Это действительно то, о чем ты мечтала? Честно. Я ненавижу все эти тряпки. Скакать вокруг клиентов, разговаривать с сумасшедшими дизайнерами. Все эти отчеты, налоги, проверки. Понимаю. Именно поэтому я тогда и сорвалась на тебя. Хорошо. Шмотки ты не любишь. Дизайнеров, бухгалтерию, проверки, это понятно. Кулинарию, по всей видимости, тоже. А что тогда? Собак. Собак? Да, я очень люблю собак. И у нас, мне кажется, с ними это очень даже взаимно. Я бы с удовольствием променяла все эти гламурные каблуки на джинсы, кроссовки и дрессировала бы собак. И прям пошла бы кинологом. Да, пошла бы. Ну, поздно уже, я думаю, профессию менять. Пока человек жив, никогда ничего не поздно. Это я тебе, как бывший врач, говорю. У твоей сестры выключен телефон. Ларис. Ларис, ну, может, ты все-таки поднимешься? Нет. Ну, неужели ты не понимаешь, как это важно? Ты издеваешься? Я, вообще-то, твой муж и стараюсь ради нас обоих. Ты знаешь что, муж, тогда поехали домой. Докажи, что ты можешь. Подвинься. Ну, что ты стоишь? Давай! Давай, давай, садись! Зануда! А что если... Говори ты! Нет, давай лучше ты, у меня не важно. Зачем я тебя? Чего ты хочешь? Я хочу, чтоб ты остался. Садись. 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 КОНЕЦ Доброе утро. Как спалось? Доброе. Хорошо. А что там у тебя было? Мне показалось, это было кольцо. Да, ты знаешь, я не привык морочить. Девушка у него в головы. Да, это было кольцо. И что мне теперь делать? А предложить мне тебе пока нечего. Почему? Ну, я пока никто. Дворник. Без жилья. Сейчас без работы. Я хочу, чтобы ты видела рядом с собой успешного человека. Так. У меня уйдет на это какое-то время. Я исправлю ситуацию. Тебе не придется стыдиться меня. Я найду другую работу. Ну, зачем же тебе другая? Хороший врач. У тебя это блестяще получалось. Откуда ты знаешь, как у меня это получалось? Ну, вот кофе я, пожалуй, выпить не успею. Наташа, иди позавтракай. Слушай, у меня сегодня очень важное мероприятие. Так. Один модный показ. Мне непременно там надо быть. Ты же оставишь мне компанию, правда? А думаешь, это нужно? Ну, во-первых, мне будет приятно. Во-вторых, костюм я тебе уже подготовила. Он в спальне. Семь. Вот адрес. Ну, съешь, пути у него. В машине. Ключи на тумбочке. А ладно, дядя. Наташа! Доброе утро всем. Доброе утро, Наталья Викторовна. Вы потрясающе выглядите. Вы просто светитесь. Да вас просто не узнать. Потому что сегодня потрясающий день. Здравствуй, сестренка. Привет. Случилось что-то особенное? Сегодня же модный показ, вы все об этом знаете. И туда я иду не одна. С Николаем? Да. У вас что, все получилось? Он сделает вам предложение? Я думаю, что да. Пошли, Боля, пойдем. Пойдем, моя шаблоков. Иди, стой, стой. Иди сюда. Здрасте. Здрасте. Тихо, тихо. Пойдем. Пойдем. Да ты сам не понимаешь, во что ввязываешься. Наталья совершенно другой человек. Ты пришел меня предостеречь, рассказать, какая она плохая. Спасибо. Сам разберусь. Вовсе нет. Наталья замечательная, удивительная женщина. Чистолюбивая и целеустремленная. Готовая на все ради своего бизнеса. Да что это плохого-то? Ну, собственно, ничего. Другое дело, как далеко готов человек зайти. Так вот, Наталья готова зайти очень далеко. Да, если мужчина делает мне предложение, то ты переписываешь свою долю в магазине на меня. А если я проигрываю, то ты переписываешь свою долю на меня. Разбивай. По рукам? По рукам. Снят. Пошел вон. Девочка, тебе очень идет это полотенце. Спасибо, дорогая. Ты тоже прекрасна. Ну что, вечер удался? У меня пока нет. Ладно, подождем. Ого. Привет. Здравствуй. Я очень рада, что ты пришел. Мне очень идет костюм. Что-нибудь выпить? Да, чего тебе мать? С удовольствием. Красное, белое. Как скажешь. Тогда красное. За любовь? Разрешите. Минуточку внимания. Чтоб потом не было вопросов. Я надеюсь, всем слышно. Наталья, я... Прошу тебя стать моей женой. Я надеюсь, этого достаточно, для того, чтобы она выиграла этот ваш спор. Да, самое главное. Теперь все в порядке. Эта женщина действительно может добиться предложения от любого мужчины. Знаешь, я думал, что уже не способен на такие чувства. Но ты меня пробила. Ты потрясающая дрессировщица. Я тебя поздравляю. Браво! Аплодисменты! Аплодисменты! Товарищ! Ну что же вы! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день! Я признаю, я проиграла пари. За ночь я подготовила документы. Здесь присутствует нотариус. И он официально заверит передачу прав в собственности на магазин моей сестре. Ларисе. Прошу. Я тебя поздравляю. Это теперь твой магазин. Ты, Валя, надела с ним все, что хочешь. До свидания. Прошу. Наталья Викторовна, ну зачем? Это же ваш магазин. Я потеряла гораздо больше, чем магазин. Ну ты помнишь, где эта палатка стояла? Да не помню я. Темно было. Может быть в этой стороне? Там варяк, стой! Да не было. Там вроде кусты какие-то были. Может там? Нет. И этих тоже не было. Я не помню. Ну это кусты, но они не такие были. Может мы вообще не в ту сторону идем? Может там, сзади осталось? Нет. Знаешь что? Я думаю, зачем мне его искать, а? Не надо. Ну что я ему скажу? Что? Что ты ему скажешь? Что любишь его? Если он влюблен, то простит. Не простит. Не простит и не поймет. Мне надо было сразу ему про этот спор рассказать. Сразу. А я что-то не успела или потом испугалась. Не знаю. А потом он как-то сам все выяснил. Не выяснил он. Ой, Игорь твой рассказал. Подлец. Игорь? Ну да. Мы его с варягом видели, когда гулять выходили у него. У гололиста столкнулся. Теперь это уже не имеет никакого значения. Я вот подумал, может быть, я поторопился. Ну что, правильно подумал? Махать метлой может каждый, а вот людей лечить не каждый. Обратно в травму возьмете? Конечно, Вася. Таких специалистов, как ты, единицы. Не взрывать же такой талант земли. Себе не прощу. Ну так я в отдел кадров изъявление писать. А я тебя и не увольнял. В отпуске ты. За свой счет. По семейным обстоятельствам. Понял? Понял. Спасибо. Ну что, с возвращением? Спасибо. Добрый день. Федор, а что ты здесь делаешь? Где мама? Мама дурная, она хочет уехать с этим новым папой. А меня здесь оставят с бабушкой. Я так не хочу. Сбери меня. Я хочу с тобой жить. А как ты меня нашел? Когда мы с мамой сюда ходили, я запомнил дорогу. Надо же. Так мама, наверное, сейчас с ума сходит. Ищет тебя. Пойдем домой к маме. Я не хочу домой. Я хочу к тебе. Хорошо. Давай пойдем домой. А там разберемся. Хорошо? Находи. Здорово, Эд. Давно не виделись. Привет, Коль. Что случилось? Вот обратно привел. Поговорить бы надо. Обратно откуда? Ты его где нашел? Как где? В больнице у себя. А вы что, не заметили, как он ушел? О, Господи. Только что тут же был. Ты в порядке, Федь? Все нормально у тебя? Так я что-то не пойму, взрослый. У вас ребенок выходит из дома. Вы даже не в курсе. Ему все пять лет. Вы что творите? Мы собираемся. Ты видишь, что здесь вокруг происходит? Мне все это нужно сложить. Мы уезжаем за границу. За границу? Да. Интересно, куда? В Канаду, Коль. А, а меня повестить не судьба, да? А что с Федором? Что с Федором? Я говорил, меня к бабушке отдадут. А я не хочу. Я хочу с тобой. Малыш, я только за, чтобы ты жил с папой. Правда. Но твоему папе негде жить сейчас. Понимаешь? Так, официально, эта квартира моя. Поэтому вы езжайте в свою Канаду, а мы с Федором останемся здесь. Спасибо, папка. Ты самый лучший. Ура! Ловко ты. Нормальный. Нормальный вариант. Свет, все, успокойся. Он отец, успокойся. Он родной отец. Все, если так всех устраивает, так и поступим. Все, у нас время уходит. Давай собираться. Пойдем мороженое есть. Федь. Дай мне куртку. Мы сейчас придем. Девушка, извините. Что это вообще такое? Это наша новая коллекция. Абсолютно свежий взгляд на современную моду. Можно носить как отдельно, так и вместе с другой одеждой нашей коллекции. И как это носить? Давайте руку. Ага. Вот так. Сумочку я подержу. Здесь мы подхватим, застегиваем. И, по-моему, прекрасно. Можно еще дальше проявлять фантазию. А это что? Это карман. Вот. Вы серьезно? Абсолютно. Это же полная безвкусица. Что? Да это у вас совершенно нету вкуса. И вы ничего не понимаете в моде. Это же мысли в чистом виде. Да, конечно. Вы должны стать с автором модельера. Вы понимаете нас? Знаете что? Мне одежда нужна, чтобы ее носить, а не чтобы самовыражаться и мыслей рождать, которых нет. Ты... Да вы... Это товар для особенных людей. С безупречным вкусом. Пассионарных, прогрессивных. Кто всего вот этого не понимает, попал сюда по ошибке. Это место не для обывателей. Знаете что? Мое эстетическое восприятие мира не соответствует данной пассионарности и высоте концептуального полета вашей чистой мысли. Я, пожалуй, пойду работать в магазин для, как вы выразились, обывателей. А вы продавайте сами. Удачи. Да пусть идет. Она же нам совершенно не подходит. Она же ничего не понимает. Не видит, какие произведения искусства здесь. А я вижу пустой магазин. Ты мне всех покупателей распугал. Ты не знаешь, чем я аренду буду платить, а? Выручки ноль! Это все временно, вот увидишь. Я уже вижу, спасибо. Покупателей нет, продавцов нет и денег у нас тоже нет. Лара, я все исправлю. Хватит! Знаешь, я дура была, что тебе поверила. Ты, ты просто бездарность. Ты только все портишь и разрушаешь. Ты, ты живешь какими-то иллюзиями, понимаешь? Да, пожалуйста, идите. Давайте, разбегайтесь. Без вас справлюсь. А мне вот правда нравится то, что вы делаете. Да? Нравится? Только ты задом наперед наделал. Да? Да. Я поправлю. Игорь! Игорь! Прости меня, пожалуйста. Игорь! Прости меня, пожалуйста. Я, я была не права, был. Просто, просто столько всего. Он увалился. Ты, ты не бездарность. Лариса Викторовна, это не то, о чем вы подумали. Да, это совершенно не то. Пошла вон отсюда. Пошла вон отсюда! Лар, ты все неправильно поняла, Лар. Не мешайте ему творить, да? Полет фантазии у него. Полет задней мысли у тебя. Лара, да ты все неправильно поняла. Ничего не было. Да, конечно, неправильно поняла. Нормальные мужики с продавщицами в примерочных не целуются. Знаешь, какая же я дура была. Ты ведь из-за магазина на меня женился, да? Скотина. Ты меня с сестрой поссорил. Ты меня, ты меня в этот спор втянул. Знаешь что, хватит. Я подаю на развод, и ты больше здесь не директор. Лариса. Лара. Я не знаю, что мне делать. Поможешь? Если ты про магазин, то я не сержусь. А если про его измены, то ты слишком удоверяла. Слушай, все, нет. С меня хватит. Я подаю на развод. С магазином я тебе помогу. Но отвечать будешь за все только ты сама. Нет, Наташа, я не справлюсь. Ну, я ничего не умею. Ты совсем справишься. Потому что ты моя любимая сестричка. Слушай, может ты вернешься? Нет. У меня есть планы положнее. И еще вот это. Что это? Это то, что тебе всегда нравилось. Серьезно? Да. Папа, можно мне такую домой? Сынок, у тебя же мама есть. А другую хорошую тетю я еще не встретил. Да я про собачку. А тетя, тебе нравится? Ты про собаку. Собака хорошая. И тетя тоже ничего. А почему ты про тетя спросил? Нам бы женщина в доме не помешала. Ох, и хозяйственная-то у меня. Женщину берем, значит, да? Собаку тоже. Кого еще берем? Кошку и попугая. Кошку и попугая. Прекрасный выбор. А ну! Значит, женщину, собаку, кошку и попугая. Может, женщину тогда не надо? Нет, надо. Кто же за ним будет ухаживать, за этими питомцами? Не мы же? Нет, как же не мы же? Мы же! Если научным языком, то положительное подкрепление – это событие, совпадающее с каким-либо действием. А то, что дается после действия – это награда. И для любой тренировочной ситуации их должно быть несколько. Несколько. Я даже об этом не знала. Да. Их можно заменять, переключать. И даже нужно. Интересно. Слушайте, а было бы здорово узнать об этом побольше. С удовольствием. Давайте завтра встретимся. Вечером. Чачиков в семь. Поговорим, погуляем. Давайте. А варяга с собой возьмем? Знакомьтесь, Наталья. Мир. Ну что, начнем занятия? Мне нравится учиться, Андрей. Слушай, знаешь, меня Андрей на свидание пригласил. Ух ты! Обещала мне открыть секреты дрессировки. А-а-а. Ну ты как выучишься? Его будешь дрессировать? Или варяга? Пока варяга. А так посмотрим. Нет, давай уж лучше на людях не экспериментируй. Это плохо заканчивается. Слушай, а тебе не жалко, что ты из магазина ушла? Нет. Я сейчас занимаюсь тем, чем мечтала заниматься. Всегда. Столько времени зря потеряла. И никогда не поздно начать все сначала. Ну, домой идем? Нет, мы сначала в магазин. У нас закончился корм. Пока. 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 Женщина, 37 лет. Перелом правой руки. Сотрясение в мозге. Здесь? Нет, здесь дальше. Хорошо. Здравствуйте. 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 Дядя. Здравствуйте. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хотя, с другой стороны, если бы не он, я бы с тобой не познакомилась Это... Твое я должна тебе вернуть Это лучшее, что мне дарили в жизни И извини меня Наташа, я хочу сделать тебе предложение Будь моей женой Серьезно? Да Тогда оно твое Пап, этот тоже оказался его любимым печеньем Все начинается с запрещенной музыки Сборище вечеринки, наркотики Ну и расклеение малолетних Подсудимое обвинение вам понятно? Обвинение мне понятно, гражданин судья Но я не виновен Нужно будет все аккуратненько сделать Соблюсти все формальности Главное, чтобы никакого шанса на апелляцию В этом ты у меня мастер Если мы ошибемся, то маньяк будет на свободе А можем и расстрелять невиновного Вот ты выбирай Принимайте решение Я на вас не давлю Свою точку зрения я не навязываю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok